Привет дорогие друзья! Ну что ж, время перейти к конкретике. Все вы слышали супер экспертов, которые на все лады из всех утюгов рассказывали об экстрадиции Ширия, о деле Ширия, об очень важном деле Ширия. Все вы слышали депутатов от Слуги народа, в частности там Ирину Верещук, которая говорила, если уж СБУ такое, то у них есть основания. Сейчас я вам покажу эти основания. Итак, ничего ли лишнего и личного, исключительно экспертизы, сделанные в деле Ширия? Министерство юстиции Украины, Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз, КНИЭС. Интересно нам, кто именно проводил данные экспертизы, но для начала давайте вопросы. На решение комплексной судебно-психолого-лингвистической экспертизы поставлены вопросы. 1. Содержатся ли предоставленных на исследовании материалах сведения, которые наносят вред информационной безопасности Украины? 2. Призываются ли направленно влиять на отдельные группы населения Украины и Российской Федерации, направлены на общественно-политическую дестабилизацию в государстве? Вот это мне особо нравится. Деморализацию народа и армии, создание и углубление раздора между политическими силами в стране, формирование информационных предпосылок социального взрыва в Украине. Итак, деморализовал ли я народ и армию? Вот такие вот вопросы. Они считают, что вот это они могут отправить в Европу. Являются ли предоставленные выступления, направленными на подрыв морального духа населения и армии Украины, внесение раздора между армией и народом, населением Украины и Российской Федерации, дезинформирование, подстрекательство населения к неповиновению действующей власти? То бишь я вносил раздор между украинским и российским братскими народами, да? Являются ли действия ширея, призванными активно внедрять в сознание и население Украины неправильность и нецелесообразность настоящего внешнего и внутреннего политического курса Украины, векторов государства, деятельности действующей власти Украины? Не подрывал ли я веру населения в курс Украины, в правильность курса Украины? Содержатся ли манипулятивные технологии? Направлены ли действия ширея и других участников представленных исследованием на формирование негативного имиджа Украины в мире путем распространения недостоверной информации относительно событий во время революции достоинства на дискредитацию евроинтеграционных векторов внешней политики Украины? попытки манипулировать формулировками во избежание юридической ответственности в то время, когда указанная деятельность несет угрозы безопасности Украины? Тут вообще, тут много таких вопросов, которые вполне возможно, что в Европе, куда они намереваются вот это всерьез отослать и вот это вот дело, которое мне типа грозит 15 годами, вполне возможно даже не поймут, о чем идет речь. К примеру, является ли смысл предоставленных выступлений попыткой информационной экспансии? Ну, является или нет? Эксперты должны ответить, и эксперты ответили на эти вопросы. 13. Интересно, являются ли действия ширея, направленные на массовое сознание с целью формирования ложных идеологий, выгодных существующему правительству Российской Федерации? 15. Содержатся ли в выступлениях призывы к изменению границ территорий? 16. К насильственному изменению или свержению конституционного строя? Теперь, кто у нас эксперты? Юрхин Юрий Борисович, заведующий отделом психологических исследований КНИИСЭ Министерства юстиции Украины. Второй у нас Литвиненко Эдуард Станиславович, главный судебный эксперт отдела психологических исследований КНИСЭ Минюста Украины. И третий, Семенец Андрей Викторович, заместитель заведующего отделом психологических исследований КНИСЭ Министерства юстиции Украины. Мы начинаем самое интересное. По фактам. По фактам их исследования. Я даже видео вам показывать не буду. Достаточно почитать. Интервью Анатолия Шария телеканалу «Звезда». Продолжительность 3 минуты 36 секунд. Содержание видеоматериалов заключается в доведении российским ведущим телеканала «Звезда» до целевой аудитории информации о том, что Шарий является специалистом, который разоблачает фейки украинской пропаганды. Подождите, подождите, ведущим? Так речь идет о российском ведущем, который произносит те или иные фразы. А какое к ним имеет отношение Шарий? Читаем дальше. При этом ведущему присуще высказывание настоящими патриотами, сейчас нужно назвать точно не их, не украинских военных, а к примеру беглого репортера Анатолия Шария. Хотя его оружие, ирония и здравый смысл, он приводит железные аргументы, подчеркнуто в тексте, железные аргументы. Он уверен, сила в правде, а вовсе не в машине украинской пропаганды. Так это же слова не мои, а ведущего. Тем не менее, мне за них грозит 15 лет лишения свободы. Далее они сообщают. В интервью ведущему Шарий сообщает. Таким образом, у сепаратистов появились супер минометы. Ой, стойте, подождите. Шарий не давал никакого интервью этому ведущему. Они процитировали ютуб-блог Шария. Эксперты, а что же вы за эксперты такие, что не можете разобрать, что Шарий не выходил вот с этим вот рассказом в эфир, а что это просто цитирует ютуб-блог? Эксперты, а вы вообще смотрели то, почему вы выносите свое экспертное мнение? В экспертизе они жирным подчеркивают. По обыкновению сбрехали. Информационная война, и она с одной и с другой стороны, бывает, идет без правил. Это подчеркнуто экспертами. То есть, я говорю о том, что информационная война идет с двух сторон, и с украинской, и с российской. Они это подчеркивают в тексте. Но фейков, откровенных вбросов я не нашел. А в Украине почему-то это стало принято. Таким образом, в целом, целевой аудитории, в основном гражданам Украины и России, предлагаются следующие постулаты пропаганды. Шарий – истинный обличитель фейков украинской дезинформации. Относительно Шария имело место нарушение его гражданских прав. В Украине осуществлялось давление властью, его выдавили из страны. Но все это, как вы понимаете, произношу не я, а ведущий российского телеканала. А мне за это грозит 15 лет. Далее, я читаю вывод экспертов. Российская пропаганда, в отличие от украинской, имеет в целом правдивый характер. Но фейков, откровенных вбросов я не нашел. А в Украине это стало принято. Интервью ведущего с Шарьем подается целевой аудитории, как истина. И что? А я тут при чем? Как подается аудитории, как истина? О чем эта экспертиза? Исходя из содержания интервью, представителям целевой аудитории навязываются ложные идеологемы. Далее идет перечисление ложных идеологем. Факты, предоставленные Шарьем, являются правдивыми и неопровержимыми. А это, как вы понимаете, ложь. Истине и правде Шария противопоставляется якобы ложная украинская пропаганда. Украинские СМИ по обыкновению взбрехали. Российские не обнародуют недостоверной информации, потому что Шарий заявил, что фейков он не встречал. Указанные идеологемы навязываются с помощью внушения. Эксперты КНИИСЭ сообщают, что эти идеологемы я и российский телеканал навязывают при помощи внушения. То есть здесь используется неправдивая информация. В частности, что его выдавили из страны. Так это же при Януковиче было. Что же я не так сказал, а? Мне же статус беженца дали при Януковиче. Эксперты, исходя из содержимого, эксперты пришли к выводу о том, что информация, предоставленная Шарийом, является конкретной, подается сознательно. Подождите, стоп. Так это не Шарийом была предоставленная информация. Какая информация, предоставленная Шарийом? Вы же начинали это экспертное исследование с того, что это ведущие говорили. А? И они приходят к выводу на 13-й странице о том, что указанная информация является выгодной для тех, кто осуществляет интервьюирование Шария. А потому что телеканал «Звезда» курируется Министерством обороны Российской Федерации. А мне какая разница, выгодная эта информация им или невыгодная? За то, что этому каналу выгодная эта информация, мне грозит 15 лет. Указанная информация с психологической точки зрения является одной из форм подрывной деятельности. А именно, пропагандой с признаками провокации, действиями, направленными на достижение политических целей Российской Федерации в отношении украинского государства. Эксперты пришли к такому выводу. Все. Далее, 60 минут ток-шоу со Скобеевой. Я, оказывается, рассказываю о том, что я удивлен тем, что большинство представителей украинского политикума и населения положительно оценили инициативу Верховной Рады, забрали ВКонтакте, забрали Одноклассники, значит так и надо, мы согласны. Теперь эти квоты, значит так и надо, мы согласны. Такая покорность поразительна. В этом они усматривают государственную измену, которая тянет на 15 лет тюрьмы. Сторонники использования украинского языка сами желают производить русскоязычный контент. Жгучие патриоты производят контент именно в Украине. Там 95-й квартал. Они вдруг сейчас начали очень сильно желать втиснуться в 25% русскоязычного контента. Экспертами подчеркнуто. И вот это вот весело. Далее они цитируют. Дальнейшие законодательные инициативы по использованию украинского языка приведут к новым запретам. Просто мне кажется, что это один из шагов, что дальше они будут внедрять какие-то новые запреты. И вот это уже, конечно, печально. И вот это уже, конечно, печально. И новые запреты подчеркнуты экспертами. 15 лет тюрьмы. Возможные требования по использованию украинского языка на региональных каналах. Есть репрессивными. Потому что Шарий указал через колено. Через колено жирным. Выделено экспертами. Я сказал, что эти нормы будут внедряться, скорее всего, через колено. 15 лет тюрьмы. В Европе не отличают россиянина от украинца. Я отвечаю, нет, не отличают. Более того, когда говоришь, я всегда представляюсь украинцем. Когда представляешься украинцем, почему-то дают путеводители на русском. Один раз дали на польском. И так в чем же моя вина в этом интервью? Эксперты объясняют. Оказывается, я посмел сказать о том, что деятельность государства в сфере запрета социальных сетей в украинском политикуме и обществе воспринимается негативно. А также я посмел сказать, что такая покорность поразительно просто. Опять-таки подчеркнута экспертами. Что они хотят этим сказать? Я не имею права это сказать? Да, не имею. 15 лет тюрьмы. Требования по использованию украинского языка на региональных каналах есть репрессивными. Делают вывод эксперты. Мол, я посмел сказать, что эти требования репрессивны. В сознание целевой аудитории внедряется мысль о тождестве российского и украинского народа. Потому что Шари утверждает, что в Европе не отличают россиянина от украинца. А это является неправдивой, заведомо предвзятой информацией. В Европе вообще-то пока молчишь и шведа от украинца не отличают. Но эксперты приходят вот к такому выводу. Я уверен, эти три эксперта, которые сфальсифицировали вот эту экспертизу, сядут. Я сделаю для этого все. У блин, я часы десятки, сотни часов, если надо, на это положу. Исходя из указанного, эксперты пришли к выводу, что предоставленная Шарием информация является сознательной и таковой, что распространяет специально подобранную, недостоверную, неполную, предвзятую информацию относительно языкового опроса в Украине. Указанная информация содержит признаки пропаганды многоязычия, является общественно значимой и, по сути, выгодной для тех, кто осуществляет интервьюирование Шария. Эта информация является выгодной для российского телеканала, поэтому Шарий должен получить 15 лет тюрьмы. Вы что совсем? Следующее, скайп-интервью Анатолий Шарий о Путине Немцове и своей жизни. Итак, в чем здесь я виноват? Признаки поддержки и оправдания действий Путина содержатся в моих выражениях. То, что он делает, мне кажется, это то, что ведь его поддерживают. Если поддерживают, значит так и надо. Форма воздействия убеждения целевой аудитории. То есть, когда я говорю, что Путина поддерживает электорат на выборах, значит он делает то, что надо электорату. Я, оказывается, каким-то образом влияю на аудиторию и каким-то образом пропагандирую Путина. А дело в геополитических интересах президента Путина. И он не обязан думать хорошо, чтобы было хорошо там Украине. Он президент России. Он хочет, чтобы было хорошо России. Он должен думать, чтобы было хорошо России. Это объективно нормально. То, что у человека мощные геополитические имперские амбиции, это факт. Плохо ли это? Ну, я не знаю. Не берусь судить и я не скажу, что это плохо. Выделено жирным экспертами. Если ты даешь интервью о Путине, ты должен как психбольной материть его, ругать последними словами. Это безумная экспертиза. Итак, ширеем приводится следующая информация. Главным значимым являются геополитические интересы президента Российской Федерации Путина. А дело в геополитических интересах президента Путина. Следующая моя вина. Путин в своей внешнеполитической деятельности не обязан и не должен учитывать законные политические интересы других государств, в том числе Украины. Это что вообще? Я такого не говорил. Вы о чем вообще? Эта информация является специально подобранной, предвзятой по действию президента Российской Федерации и по агрессии Российской Федерации против Украины. Указанная информация содержит основной тезис о том, что геополитические интересы Путина являются главными по сравнению с выполнением руководством Российской Федерации положений международного права. Я замалчиваю информацию о вооруженной агрессии РФ против Украины. Я всякое видел. Но я не видел, чтобы 15 лет человеку грозило за то, что он не сказал. Не то, что он сказал, а за то, что он не сказал. Шарий не сказал об агрессии Российской Федерации, значит ему должно грозить 15 лет тюрьмы. Далее, видеозапись на ютуб канале Россия 24. В указанной видеозаписи Шарий в режиме скриншоу публикует вытяги из печатного материала, который он называет «Это доклад, сами понимаете, чей? Служба безопасности Украины». И что с этого? Государственная измена, да? Далее, подчеркнуто экспертами. Разрабатывают, изготавляют и поставляют для представителей радикальных группировок Евромайдана взрывчатые вещества. Один из этих лиц готовил диверсию на базе спецвойск внутренних войск Украины. Указанная информация была известна представителям Генеральной прокуратуры. Служба безопасности Украины известны обстоятельства гибели активиста Майдана Сергея Нигояна. Но это то, что говорю я. И я просто цитирую материалы дела Службы безопасности Украины. А далее мне вменяют в вину то, что говорят гости в студии. В дальнейшем ведущим и участниками программы указанная информация выносится в качестве подтверждения идеи о том, что силовым структурам СБУ было известно о подготовке и планах действий участников радикальных группировок на Майдане независимости. Далее эксперты выдают цитирование моего ютуб блога за мое прямое включение на канале. И сообщают, что интервью ведущего с Ширием подается как истина, без возможности всесторонней оценки. Да мне похрену, как оно подается. Я не выходил в эфир этого канала, а не цитировали мой ютуб блог. Почему эксперты не увидели то, что это очевидно, я не выходил в эфир канала. Исходя из содержания интервью, навязываются ложные идеологемы. Якобы представители СБУ были информированы о разработке радикальными группировками Майдана взрывоопасных веществ. Якобы представители Генеральной прокуратуры были проинформированы о подготовке террористических актов. И указанная информация не была реализована с целью недопущения террористических актов. Эта информация служит безопасности Украины. Я опубликовал видео с места, где они производили взрывчатые вещества. Эксперты мне ставят это в вину. Таким образом информация о Ширием искаженно освещает факты. Распространяет заведомо неполную или предвзятую информацию о событиях во время революции достоинства. Косвенно направленные на дезинформацию населения Украины, создание и углубление раздора между политическими силами в стране. Эксперты, три эксперта, которые это писали. Они ведь осознавали, что они пишут вообще. Эта информация с психологической точки зрения является одной из форм подрывной деятельности. А именно пропагандой и провокацией действиями, указанными на достижение политических целей Российской Федерации в отношении украинского государства. Причем тут цели Российской Федерации. Видеозапись 60 минут. Президент Украины считает необходимым восстановление могил националистам. Ведущий передачи анонсирует телефонный разговор президента Украины Зеленского с президентом Дудой. На который президент поднимает вопрос исторической памяти. Как участник передачи, в режиме онлайн, Шарий доводит до целевой аудитории информацию о том, что в этой могиле были похоронены представители УПА, которых он саркастически, насмехаясь, называет героями. Ложь первая. Я не выходил в эфир этой передачи. Это цитирование ютуб блога. Что же это за три эксперта к НИСЭ, которые не поняли очевидного? Я не выходил в эту передачу. В ходе нападения немцы и украинцы были отделены от других пассажиров. А 75 мирных польских граждан, среди которых 33 женщины, были жестоко убиты. Их трупы были изуродованы. Шарий называет эти события геноцидом. Это историческое событие, которое вы без труда найдете во всех открытых и закрытых источниках. А дальше Шария обвиняют в том, что говорят ведущие. Обсуждая эту информацию, ведущие и отдельные приглашенные в студию для ее подтверждения выдвигают следующие тезисы о том, что ОУН – террористическая организация. О том, что цель организации – создание независимой, написано специально в кавычках, Украины. Идеология ОУН – радикальный национализм. Отличительные признаки – антироссийская направленность, ксенофобия, шовинизм. Народ Польши ненавидит украинских националистов. Служба безопасности ОУН убивала украинских женщин и детей. На территории Западной Украины разрушено количество огромных памятников советским воинам. Президент Зеленский требует восстановить памятники нацистам и так далее. Но это ведь, говорю, не я. Да, три эксперта к НИЭСЭ приписали мне ответственность за слова российских ведущих. Высылайте это в Европу, только поскорей. Характерно, что высказывание относительно ОУН – создания независимой Украины, слово «независимое» сознательно написано на экране в кавычках. Да это же не Шарий писал на экране. Это же писали создатели этой передачи. Шарий тут каким боком. Интервью ведущего с Шарийом подается целевой аудитории как истина. Не было никакого интервью ведущего с Шарийом. И далее они перечисляют то, что было сказано во время передачи участниками передачи. Но Шарий в этой передаче не участвовал. Как же вы три эксперта не могли понять, что Шария там нет? Как же вы три эксперта ответственность возлагаете на Шария за то, что говорили ведущие в этой программе? Что же это за эксперты? Алло! Какое преступление я совершил в этой передаче, в которой меня не было? Я внедрял в сознание населения Украины ложные идеологемы по неправильности и нецелесообразности внешнего и внутреннего политического курса руководства Украины. Далее эти эксперты врут, что я выхожу в эфир российских телеканалов. Как участник телеканала «Кто против?» В режиме онлайн Шарий доносит до целевой аудитории информацию о том, что службе безопасности стало известно и так далее. По сути это повторяет предыдущее, позапрошлое их исследование. Но я опять-таки в эфир телеканала не выхожу. Но три эксперта Книисе не замечают этого. Они этого как будто не видят и намеренно, специально составляют вот эту вот экспертизу. Они фальсифицируют экспертизу. Далее. Москвич, воюющий на территории Украины. Шарий сообщает целевой аудитории о том, что вместе с сепаратистами воюют русские. После этого рассказывает, что они общались с одним русским, который воюет на территории Украины. Основные тезисы. Здесь обижают русских и это нацизм. Также русские воюют с нацистами. Они подчеркивают. Техникой набивают аэропорта. Пересекался ограниченные люди, бессмысленные глаза, как у рыбы. Эти три эксперта делают вид, что это сказал я. Хотя это говорю не я. Говорит интервьюируемый человек. Информация, распространенная шарием, подается как истина, без всесторонней оценки. Какая может быть всесторонняя оценка интервью, прямой речи человека? Три эксперта при этом. Это не один какой-то. Преступление мое заключается в том, что я замалчиваю одни факты и продвигаю другие. Информация, предоставленная шарием, является поданной сознательно, с распространением заведомо подобранной информации. Так это же интервью. Эксперты не рассмотрели, что это интервью? А что это за эксперты? Сколько они стоят? Еще одно видео они сюда засовывают. Называется Среда Киев, офис президента. Что за преступление я совершил в этом видео? В этом видео я говорю, что власть, которой на самом деле нет, это чмо, которое забилось в угол и прикрывается самоизоляцией, совершенно не реагирует на происходящее в стране. Второе мое высказывание. Вспомните, как вы рассчитывали на то, что что-то произойдет по-новому. Вспомните свои надежды. Еще раз оцените, насколько вас предал вот этот вот. Следующее мое утверждение. Это слава богу, что я не живу там. Грохнули бы под отвернувшуюся полицию. Они бы сделали все для того, чтобы меня убрать физически. Следующее. Эта власть нас предала. Следующее. Не рассчитывайте, что мусора будут вас защищать. Оказывается, это был метод запугивания. Но где здесь государственная измена? Да вот же сообщается. Монолог Шария является утвердительным суждением о деятельности руководства государства и лично президента Украины. Мною навязываются ложные идеологемы о том, что власть по возможности осуществила бы физическое устранение, то бишь убийство Шария. Это ложная идеологема. О том, что представители МВД не собираются защищать конституционные права граждан. Государственная измена. 15 лет тюрьмы. Три эксперта. Официальное заключение, которое они намереваются отправить в Европу в серьезной надежде на то, что после этого Европа меня передаст Украине, чтобы Украина меня посадила на 15 лет. Дальше они приводят видео, которое они неизвестно где откопали, потому что это видео 2012 или 2013 года. Видео личное. По нему прошли все сроки давности и так далее. Непонятно где они его вообще отыскали. Далее. Наконец нашли виновного в потере Крыма. Какое преступление я совершаю здесь? В течение всего контента Шари высмеивает обвинения, предъявленные ему у службы безопасности Украины. И демонстрирует карту Украины без обозначения на ней автономной республики Крым. А также приводит примеры публикации карты Украины без автономной республики Крым на других интернет ресурсах. В этом состоит мое преступление и государственная измена. Я высмеиваю предъявленные мне обвинения. И здесь они уже цитаты приводят, за которые меня надо судить. Я понимаю, что в службе безопасности Украины работают упоротые животные. Я бы не хотел обидеть животных. На меня открыты дела по самым маразматическим причинам. Тупые свиньи из СБУ. Действующая недовласть. По сути интервью Шария является утвердительным суждением о деятельности руководства и сотрудников службы безопасности Украины. Государственная измена. 15 лет. Дальше они откровенно врут. Я распространяю предвзятую информацию о том, что мое преследование за использование в видеоинтервью карты Украины без территории автономной республики Крым, Донецка и Луганских областей. Ни в каком видеоинтервью я не показывал карту без Крыма, Донецка и Луганских областей. Это была маленькая картинка к видео. Смысловая картинка. И в чем преступление? Итак, эта информация может рассматриваться как формирующая у населения Украины недоверие к существующей власти и деятельности сотрудников службы безопасности Украины. Я формировал недоверие к действующей власти. 15 лет тюрьмы. В чем же, в чем же на самом деле заключается государственная измена? 25 страница. Я заявляю о том, что украинская власть не способна управлять государством, зависит от иностранных государств, в наличии имеется внешнее управление Украиной. Я заявляю о том, что геополитические устремления и действия президента России оправданы. Это ложь, я такого не заявлял. Я заявляю о том, что введение квот на использование российского контента является насильственным и негативно воспринимается населением. Это ложь, я такого не заявлял, а захотел бы заявил. Я заявляю, что власть Украины осуществляет проведение пронационалистической политики оправдания нацизма. Заявлял и заявляю. Я заявляю о том, что АУН и УПА были террористическими организациями. Я такого не заявлял, но если хотите, могу заявить. Я заявляю о том, что националистические силы против диалога с Донбассом. А вы спросите об этом у нацкорпуса и у каких-то других правых секторов. За диалог они с Донбассом или не за диалог? Так все же, где здесь государственная измена? Оказывается, я заявляю, что на Востоке представители Российской Федерации воюют против пронацистских украинских вооруженных сил. Как вы помните, я этого не заявлял. Это заявлял интервьюируемый. Но эти три эксперта намешали сюда все. Они все перемешали и выдали вот это вот говно, которое, как они считают, влезет в европейских структурах. На странице 27 мне в вину опять ставится то, что ложные идеологемы Шария обсуждаются представителями СМИ и лицами, приглашенными в студию, в выгодном для Российской Федерации антиукраинском контексте. Причем тут Шарий. На странице 28 рассказывается, что я одобряю насилие и жестокость, которые подается в ореоле положительного отношения, побуждает к подражанию, а не осуждению. Окончательные выводы экспертов. Оказывается, мои выступления направлены на деморализацию народа и армии, создание раздора между политическими силами в стране. Предоставленные на исследование выступления и интервью являются таковыми, что направлены на подрыв морального духа населения и армию Украины. Мои действия призваны активно внедрять в сознание населения Украины неправильно с настоящего внешнего и внутреннего политического курса Украины. Я распространял недостоверную информацию по поводу событий во время революции достоинства. Но вот тут внезапно мы доходим до пункта 15. В предоставленных выступлениях и интервью Шария АА публичных призывов к изменению границ территории государственной границы Украины в нарушении порядка установленного Конституцией Украины не содержится. Пункт 16. В выступлениях интервью Шария публичных призывов к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти не содержится. Я еще раз напомню. Эксперт Юрий Ирхин, эксперт Эдуард Литвиненко, эксперт Андрей Семенец. Эти три эксперта сфальсифицировали экспертизу с той целью, чтобы был привлечен к уголовной ответственности за измену Родины. Вот поэтому вот тому, что они сфальсифицировали, абсолютно невиновный человек Анатолий Шарий. Я публикую полностью материалы этой экспертизы. Материалы этой экспертизы мы переводим на несколько языков и отправляем в организации. Чуть позже расскажу, какие. У меня все. Вот всем тем, кто хотел знать максимально подробная информация, за что Анатолию Шарию грозит 15 лет. Правда грозит только на территории Украины, потому что в остальном мире за территорией Украины никто и никогда не поймет, за что же Анатолию Шарию грозят 15 лет тюрьмы. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok